Доброго дня! Сегодня в гостях у АИФ музыканты «Выконавец властных писаний» Владимир Дорож. Здравствуйте! Доброго дня! Я думаю, можно начинать перед первым вопросом. Владимир, этим летом в украинской публике стало известно о Вас как о музыканте. Скажите, будете ли в скором времени еще сюрприз в таком же необычном стиле, как и на теплоходе с Вашей презентацией концертной программы? В чем была необычность на теплоходе? В музыке, как Вы думаете, или необычность в том, что Вы придумали такой ход, пригласите их на теплоход? Ну, мы сейчас заканчиваем альбом, роковый альбом. Я скажу искренне, Вы, наверное, не поймете силу своей молодости, все-таки я воспитан на рок-музыке. И для меня ближе, намного ближе и по сути, и по содержанию рок-музыка. Я очень люблю рок-музыку. И считаю, что это музыка, которая будет жить вечно, как джаз. Сейчас джаз считается чуть ли не академической музыкой. Раньше, знаете, да? В Советском Союзе говорили, кто любит джаз, тот и Родину продаст. Поэтому сейчас все-таки я возвращаюсь к рок-музыке. 14 новел про осень. Это прекрасный альбом. Я очень люблю. Это исповедь взрослого мужчины взрослого, который прожил свою жизнь, основную часть своей жизни, и делится своими впечатлениями. Что он, что я умил, что мне не вышло. А час все иде, все иде, в размере руки. И снова витер по обличию слыша. Осень, ты приходишь так нежданно. Это песня, альбом про осень. А роковый альбом, это все-таки будет альбом социальный, политический, философский, мужской. Поэтому мы обязательно сделаем, сейчас заканчиваем этот роковый альбом. И на теплоходе, наверное, не получится. Я думаю, презентация где-то будет в ноябре, может быть, в декабре. Но мы обязательно в этом году сделаем презентацию. Мы сделаем очень оригинально. Если у меня были деньги, то такие большие по-настоящему деньги, то я, может быть, заказал какой-то космический корабль или НЛО. Опять же, чтобы все наслушали. Вам сказать секрет, почему на кораблике я пробыл? Да скажите. Это очень просто, это очень банально, но очень срабатывало хорошо. Дело в том, что не было шансов кому-то уйти, понимаете? Хорошая шутка. Это не шутка. Я когда спал со своими девочками, которые со мной работают, и мне говорят, Владимир Владимирович, давайте оттуда. Я говорю, давайте на кораблике. Я говорю, почему? Никто не уйдет. Всем придется дослушать. И допеть, и допить. Поэтому все допели и допили, но все было очень хорошо, красиво. Не на часе, скажу так. Меня постоянно гложет Настя. Мне кажется, это не на часе сейчас. Но в то же время, я постоянно повторяю эту фразу, когда к Черчиллю пришли во время войны его министры, и он не увидел бюджет на культуру. Тогда он спросил, зачем тогда мы воюем, если нет денег на культуру. А если продолжать тему альбома, по вашему мнению, кто должен его послушать? Кому он будет полезен? Вы знаете, я нахожусь в таком положении прекрасном, уважаемые слушатели, уважаемые читатели. Замечательная, кстати, наверное, у нас, на мой взгляд, самая лучшая газета на Украине, которую я... А знаете, почему я люблю вашу газету? Почему? Особенно люблю я последнюю страницу. Урать не буду. Я постоянно смотрю, начинаю вашу газету читать с последней страницы. Годами, кстати. Годами. Но я люблю всех женщин, не скрывай. Слава Богу. Вы знаете, в шоу-бизнесе в основном нет красивых мужчин, к сожалению. А я традиционная ориентация, мне 48 лет. И поэтому я горжусь тем, что теперь живу я в сексуальных меньшинах. Раньше были две сексуальные меньшины, теперь я уже. Поэтому я скажу вам простые вещи. Вы говорите, кто должен послушать. Я пою то, что прожил, то, что хочу донести, и имею полное право сказать. И мне не надо ни под кого подстраиваться. Мне часто говорят, тут мое пиар-агентство, там я создал. Владимир Николаевич, надо какой-то формат. А это трудно за все. И никакие форматы я не собираюсь делать. Понимаете? Только те, кто хотят, они услышат меня. Я пою о тех вещах, которые в самом деле вечные. Я не говорю, что это такая сумасшедшая поэзия или какие-то песни. Ну, послушайте сам. Но я считаю, что простаковатых текстов и пошлятель у нас хватает. Больше, чем достаточно я стараюсь. Поэтому я не хочу пускаться ни джиплинтуса там и так далее. Понимаете? Не хочу заигрывать перед кем-то. Там каждая песня, она прожит одной. Любая там. Я устал не быть самим собой. Я устал надеяться и верить, что он придет. Придет совсем иной. И я войду в его распахнутые двери. Скажу я здравствуй, здравствуй, новый день. И кинусь распостертое дядя. И постараюсь я закрыть за собой дверь, чтобы не вернулось прошлое обратно. Чтобы люди забыли про страх и совесть. Жила на устах наших вечностей и так далее. Ну, не важно. Послушайте. Я думаю, наш слушатель обязательно заинтересуется. Следующий вопрос. Вы сами пишете песни. Что в этом процессе для вас самое сложное? И кто является вашим главным критиком? Что самое сложное в процессе написания песни? Вот вы и правите свои действия. Самое сложное, чтобы постоянно под руками был листок бумаги и ручка. Потому что я, конечно, умею пользоваться теми себя. Придамбасами современные. Но не настолько, как вот мои девочки. Посмотрите, вот они сидят, пиар-директоры. И директор агентства, да? Нашего продюсер-компании. Вот они поставили тык-тык. Я не могу так тыкать что-то. Вот на гитаре могу. А вот тут как не получается. Поэтому мне надо, чтобы постоянно был листок и бумага. Потому что вот не поймешь, когда хочется написать. Вот тебе, вот сесть просто так, знаете, и вот взять все ступы, извиняюсь, заражиться в такой сравнении, сесть и писать на это слово. Ты едешь в машине, ты крас, и что-то у тебя впечатлило. Или даже какой-то звонок, или какое-то сообщение. Или там вам звонил абонент 2347. Вы, наверное, были уставшие совсем. Или были с другим. Или видели сны. И не знали, что абоненту нужны. Как красиво. Да. А вот в какой такой самой ситуации неожиданной к вам пришло вдохновение? Что нельзя написать, нельзя остановиться, а вот прям хочется, прям просится написать. Масса таких бывают ситуации. Любого творческого человека трогает, в первую очередь, трагедии. Ну и, конечно, фантастическая радость всегда трогает. Но вот у меня больше, может, поэтому так много минора. И я все-таки больше обращаю на человеческое хоре внимание. И на такие вещи, которые надо слушать. Понимаете? Слушать надо и вникать. Ну, даже простых вещей. Вот месяца он все написал и в армию. Представляете эту песню? В 18-19 лет. Барышня, которая меня ждала с армии, тогда было модно с детским советом, что кто-то ждал. Ну, как? Ты пошел в армию, тебя никто не ждет. И она писала, писала. Потом последнее письмо написала в августе, что... Ну, короче, что это было последнее письмо, она написала. И я... Ну, как все мужчины, конечно, расстроился. В армии, потому что тут вот осень. И я написал, знаете... Думаю, как написать про деньги? Ну, про то, что у меня ухожу в запас. Я написал. Белым пухом подует мне спину. И на волю себя отпущу. Заметает метельная рябина. Никогда я тебя не прощу. Так и не простил Стат. Ну, сколько это вообще написали за первую песню? Когда написал? Да. Сколько могла лететь? Вы знаете, вот, по-настоящему я помню, когда это уже... Это произошло в армии. Наверное, был сумасшедший стресс. И я под впечатлением этого стресса... Я вам объясню. Я попал в спецвойска. А вообще-то я планировал попасть в музыкальный звон. И когда нас отбирали в Москве, там, с тысячи человек, 14... Я попал в эти 14 случайно. 14 уже, не 13, а 14. Потому что старший лейтенант Тушенков... Нет, Носков. Который отбирал, он спросил, кто музыкант. И я думал, что вот моя судьба. Вот я буду играть, заниматься музыкой. Я говорю, я музыкант. Он пошел ко мне и сказал, если ты не музыкант, ты пожалеешь, что ты родился на этом в Белый Север. Я понял, почему он это сказал. Он взял меня только по две причине, чтобы курилка была кому-то играть для эмоциональной разгрузки. А я служил вообще в войсках, спецпризначенные так называются. Это было в Советском Союзе. Это было достаточно сложно и во всех отношениях. Морально в том числе. И меня как-то сразу... Вот вы знаете, я раньше там пробыл... Я вырос в семье украинского филолога. Моей мамочке, слава Богу, уже мама. Отцарник Царства Небесного. Вот она воспитывала меня на лучших образцах украинских. Поэзии. Я с детства знаю всех наших поэзий. Поэтам не понаслышке. Поэтому, наверное, это и вдохновило меня. Я писал, стеснялся, конечно. Ну, знаете... То, что писать, я еще хочу сказать всем молодым поэтам и начинающим. Не надо стесняться. Я еще боялся. Какая... Ну, высокомерка поставила. Я была мамой. Высокомерка, да? Это такая. И у меня такая многое. Ну, есть Симоненко, там есть Костемпли. Ну, хорошо, что тут опробуй. Хорошо. Я так хорошо. Я чувствовал себя не очень, если честно, уверенно в этом деле. А потом... Ну, написал. Вот. Квизица вот на два сферах. Потом другие. Там я помню такие разные вещи. Да. Да. Какое интересное значение. Это даже от тему родителей. Как они? Поддержали вас или нет? Потому что, с вами уверена, у вас есть такой интересный факт в гаографии. То, что у вас стоял выбор поступать в Киев или поступать в Харьков. Вы выбрали Харьков. Применяли столицу, но выбрали культуру. Вы знаете, я благодарен своему отцу, у которого нет сошелья жизни. Он никогда не вмешался в мою жизнь. Никогда. Он дал мне возможность жить так, как я считаю нужным. И никогда. Я женился несколько раз. Мама нервничала. Отец говорил. Катя, ну что ты переживаешь? Пошли погуляем, да и вернемся. Не за наш счет. У меня человек был не бедный. Да. Он никогда не вмешался со мной в жизни. Никогда. Какая у вас хорошая семья. Следующий вопрос связан с вашим творчеством. Святана ли ваша музыка и творчество в целом в целом Украине? Или вы поете только о любви, о своем личном, о мужском? Ну мы все живем в социуме. Мы не можем быть. Знаете, Калмаз написал, общественное бытие определяет общественное сознание. Мы напрасно, кстати, забываем, я не знаю, институт сейчас учит или нет. Это самый выдающийся философ, который живет на Земле вообще. Наша цивилизация. Общественное бытие определяет общественное сознание. Я не могу быть независимым от украинского социума. Я живу на Украине всю свою жизнь. И надеюсь, здесь и закончится моя жизненная карьера. Не надеюсь, я уверен на это. Я никуда не уехал никогда. Я могу ехать тысячу раз всюду. Никогда не буду. Это моя страна. Я украинец. У вас хорошая правильная позиция. Нет, я не уверен. Вы знаете, многие мои коллеги, бизнесмены в первую очередь, создают себе какие-то там территории безопасности, где-то за рубежом и так далее. Я считаю, что это вершина цинизма и непатриотического отношения к своей руке. Мы вместе заработали эти деньги. Даже если придут забирать, как собирали в моих правильных датах и так далее. Значит, у нас такая судьба. Значит, мы не сумели уберечь страну. Не сумели отладить так ситуацию, что не было очередной пролетарской революции. Она чуть не случилась буквально полтора года назад. Пролетарская революция. Буржуа, значит, не переносла пролетарство. Это было реальный мир. Я понимаю, народ нищий, молодой простой. Поэтому мы можем до этого кажеться. Но я не уверен. Я буду воевать, как мои прадеды, с большевиками в 37-м году воевать. А мы, кстати, награли пролетарскую революцию. Мы просто не понимаем этого. Мы реально награли пролетарскую революцию. И это в Ваше творчество отодражается, да? Нажали нас это война и тяга лихо за собой. Мы с Божевольной юрбой. Тож пожиная наш ванна. А на каком языке вообще-то имущественно они пишут? 50 на 50. Я знаю русский язык и плохо. С произношением проблем. Мало языковой практики. А язык я знаю хорошо. Ну, если я понимаю поэзию и пишу поэзию на русском языке. Например, «Благодарю свою судьбу. Благодарю тот миг рождения, когда пришел на ее мир любя себя и всех без исключения». Это я написал на своих 48-летиях. Как красиво. Я не стою сегодня восхищаться вами. Расскажите, стоит совместная работа с мировым звездом Василием Ападюком. Вы же минуете альбом, вы даже альбом записали, да? Мы записываем с ним альбом в Канаде. К сожалению, не такими темпами, как мне хотелось бы. Но мы его записываем, экспериментируем. Меня не совсем устраивает подход канадский. Караджиро, кому-то. Это не наша музыка. Не наша. Я рассчитывал намного больше получить от этого проекта. Я это Василию говорю, как своему другу. Поэтому мы в поиске, как творческие люди, экспериментируем. Расскажите, как познакомились? Как ваши пути творческие? Очень просто познакомились. Я подошел и сказал, мы назовут молодым. Это же мы на рассылке. А как пришли к тому, что надо работать вместе? Просто подружили. Знаете, вот и встретились два одиночества, развели в дороге костюм. А костюм возражаться не хочется. Мы все одинокие люди в этом мире. И самые успешные, и самые несчастные. Мы все ужасно одинокие. А вот для Вас знакомство с ним, именно творчество, дало Вам какую-то новую толчоку в Вашем развитии? Конечно. То, что я был в Канаде, встречался, видел, выступал на фестивале. Просто общение и дружба. Вот я по-настоящему с ним дружу. Вот я его люблю искренне просто так. Не потому, что он феноменальный скрипач. Нет. Просто он замечательный человек. У него очень тонкая душа. Это редко сейчас бывает. Он такой настоящий положительный человек. Большой Бог. Вы знаете. Этим все пользуются, кстати. Я говорю искренне. Вот на Украине пользуются. Эксплатирует Василия беспощадно и абсолютно по-хамски. Я ему честно говорю. А вот если говорить о теме того, что Вас приглашали на фестиваль в Торонто. Украина не чувствует себя комфортно. Но только я не чувствую себя там дома. А патриотизм за 12 тысяч километров это демагогия. То есть такое слово. Демагогия. Я не верю в ихний патриотизм. Я побывал там и мне там нечего делать. То есть смотрите, что наши слушатели сейчас... Я закончу. Почему нечего делать? Потому что когда мы получили независимое государство, никто из них не вернулся помогать нам его разбудовывать. А рассказывать нам за 12 тысяч километров, кто наши национальные герои, кого надо любить и так далее. Это нам не надо. Пускай прилетают сюда вместе с нами, строя наше государство. У нас сейчас идет война. Я не видел толку украинцев, которые возвращаются и воюют за то, чтобы государство стало нашим государством, а не было оккупировано. Допустим, Россией, как это было на протяжении 300 лет последних мы жили под Россией постоянно. Так а что с этого фестиваля в Торонто? Поспевать там, поплакать, топиться самогонки, походить в Вашиланка. Это не патриотизм. Это демогония. Понимаете? И они не украинцы уже. Они убежали в свое время от Сталина, от репрессий. Убежали от плохой жизни. Но сейчас, когда могут вернуться и вместе с нами это государство восстанавливать, и сберечь, ладно? Я их не вижу. Поэтому они не украинцы. Приехать, когда все будет хорошо в шоколаде, где они были, когда нам было плохо? Где они есть? Где они есть? Песенки спевать? Вашиланка ходить? Пускай приезжают сюда к нам, когда я скажу, что это настоящие патриоты. Понимаете? Настоящие. И справжние украинцы. Наша батьковщина от Николы потребует этой помощи. Она гимна на наших плечах. Поэтому мне там ничего делать. Пускай пойдет без меня. И вы, вместо этого фестиваля, вы согласились наступать на очарованные руки, которые в этом году будут проходить в Мариуполе. Просто чтобы слушатели знали. Во-первых, я колоссально благодарен организаторам фестиваля, что проводят в Мариуполе. Потому что мне кажется, что это правильно. Это форпост на сегодняшний украинской независимости. На мой взгляд. Мариуполь. Это тот город, который остался с нами. Не перекинулся на сторону России. Не перекинулся на сторону сепаратиста, так называемого. Но по большому счету мы прекрасно понимаем, кто за этими сепаратистами стоит. Где берутся тысячи танков. Где берутся фантастическое количество вооружений и так далее. Они же с неба не упали. Мы с вами прекрасно понимаем, чем это речь. И Мариуполь тот город, который остался в составе нашей страны. Несмотря на все. Несмотря на то, что он пророссийское настроение возможно. Несмотря на то, что там русский язык в основном. Я уверен в этом. Но они понимают, что у нас есть своя государство. И я очень благодарен организаторам фестиваля, что они его именно в Мариуполе делают. И мы едем именно в Мариуполь. Не в Черный Ци. Где не надо ориентироваться за советскую власть. Или за Украину. Советскую власть раньше ориентировали. Хотя она у нас осталась. Это же пережитки прошлого. Но у нас осталась Влада Радова. Это одно из того, что мы Ленина всех поваляли. Но это еще не проблема. А вот Владу Радову надо давно уничтожить в нашей стране. Потому что это Советского Союза осталось. Надо переименовать это все. Забыть. Милицию, полицию. Это правильно. Как не мэрия какая-то там, рефектура. Но не в Минскоградах. Это попахивает коммунизмом на них. Коммунистами. Они конечно ребята были неплохие. Только не надо забывать, сколько положили украинцев. Вы знаете, мы много чего поветеряем в этой музыке. Я вам объясню почему. Ну во-первых, лучшие музыканты все-таки уезжают в Россию. К сожалению. Потому что большее поле деятельности на более высоком уровне поставлен этот вопрос. Именно в самом счете, у бизнеса. К сожалению моему огромному. И второй вопрос. То, что мы немножко демократию путаем, знаете, с анархией, мне кажется. И мы немножко... То, что у нас нету какого-то духовного стержня, я бы сказал бы так. Как нет национальной идеи. Понимаете? Мы слишком много показываем того, что не надо показывать. У нас основная масса фильмов американских. Которые запрещены показываться на территории Свящей Америки. У нас канал М1 и М2. Это где-то наполовину порноканала. У нас клипы это в основном полупошлые, полураздетые женщины. Которые поют непонятно о чем и тогда. Или откровенно просто пошлые вещи поют. Откровенно. Мы просто не понимаем, что мы этим вырастим поколение бездуховное, безнравственное. Американцы давно этим переболели. Свободной любовью и так далее. Для них главное это семья. То, что главное для меня. Потому что на семейных ценностях строится государство. А мы вырастили поколение потерянное. Они не знают. Они не знают 90% того, что должны знать. Мы отказываемся от лучших образцов зарубежной литературы, в том числе русской. Мы насаживаем непонятно в что. Мы насаживаем обороны жизни, наркотики, проституцию. У нас каждая вторая женщина молодая. Проститутка. Мы об этом молчим. У нас 90% людей, которые привлекают на территории Украины, это секс-туризм. Для меня на сегодняшний день российский шоу-бизнес – это зборище паяцов. Понимаете? Я никогда уже тим не пробачу того, что они поддерживают то, что у нас забрали Крым с позиции сильного. Что у нас на сегодняшний день они поддерживают войну в Донецке и Луганске. Что они хотят разводить нашу государство. Я не могу тебя зрозуметь. Такие вещи не привлечают с нами. Я приведу просто. У нас есть сусиды? Да. Давайте я вам дам гранатомет, долбанить по якому-нибудь сусиду, а потом сказать – приходь по вечеринке. Просто так, да? Або давай я выступлю перед тобой. Поснимаю песни. Не имеете себя? Я вас навчу. Это не знаю. Надо просто правильно открывать руки. Давайте, наверное, дальше опять к творчеству перейдем. Давай. И поговорим о ваших друзьях работах. Вот как вы подходите к тому, чтобы снимать хлеб на какую-то из песен? Да. Дуже просто я подхожу до цього. Перед ним перемоги. У меня есть своя позиция. Я вважаю, что не треба переписывать историю однобоко. И не треба говорить, что, допустим, Бандера – наш национальный герой. А эти пять миллионов, которые погибли во время войны, они не герои. Они герои. Они воювали тогда в той стране в Радянском Союзе. Я никогда не отмолюсь. Мой дедушка погиб на войне. Я никогда не видел своего дедуся. Вот вы, мабуть, видели своего дедуся. А другой воювал до 47-го года. Раненый был и так далее. Также долго не прожил из-за того, что прошел эту войну. Мы теперь уже понимаем, что такая война. Поэтому я щиро вступал. Я написал песню «18. Девушка играла Раяль». Мы только сейчас сделали клип. Только сейчас сделали ранжирование. Потому что я вважаю, что всю историю не треба перекручивать. Не треба забывать. И не треба ее переписывать. Ей надо знать и не допустить повторения. Не допустить инфрации. Не допустить больше нацистов до влади. В любой государстве. Не допустить больше того, чтобы кто-то развязал Третью святую войну. Понимаете? Что сейчас очень актуально. Видите, что делается. Но это другая ситуация. Я клипы снимаю очень дешево. У себя дома, на территории и так далее. Почему? Потому что я могу сняться за 100 тысяч долларов. Но лучше эти деньги потратить на что-то гадное. На что-то правильное. Понимаете? Утримать коллектив, как я утримаю. Студию добудовать. В конце концов помогать. Так как я не хочу про это говорить. Но я помогаю, сколько могу. Всему безвиклично. В том числе и воинам. Всему безвиклично. Сколько могу. Так я вважаю, что денег не может быть без меня на культике. У меня их есть. Трошки меньше, чем меньше. Но я делю их так, чтобы правильно они попадали. Ну, я снял там три клипа. Я какая разница? Те, кто хочет – побачить – побачить. Те, кто хочет – почуть – почуть. Там про войну, песня. Помогите. Девушка играла на рояле. Мы сняли прекрасный фильм. Ну, это еще было, когда не было этих проблем в державе. Мы сняли прекрасный фильм. 14 лет про осень. Прекрасный фильм. Я вважаю. Такая коллективная работа. Гарда. Я очень благодарен Геннадию Виттеру. Он мне помог сделал. Как режиссер. Как руководить этот проект. Групы все, которые с мной работали. Коллективы своими. Но я отношусь очень просто. Есть у меня необходимое. Сейчас мы новый альбом будем презентовать. Обовязково снимем клип. Ну, например, на песню он умел. Можливо. Чи «Небо». Обовязково. Но это не будет Ницца. Я не знаю. Баден-баден. Это будет тут. Он в лугнах снимал. Цей клип. И колесница. Смотрите. Вот вы с режиссером решаете сразу, что это должно быть. И вы говорите «Я хочу это». И режиссер снимает. Нет. Режиссер есть режиссер. Он имеет поведенность и знания. Он имеет фантастические. Досведь мы будем снимать клип. Возьмем гость из лучших режиссеров. Но он должен запропоновать. Я бы не заблочил. Все-таки у него больше до этого хиста и здебности, чем у меня. А не возникало каких-то конфликтных ситуаций именно когда снимали клип? Я, может быть, не працюю с кем-то и доверяю до конца. Я хочу контрактовать. Правильная позиция. Следующий вопрос. Расскажите о своем проекте «Гармония». А у меня есть два проекта. Есть продюсерская компания «Гармония», а есть коллектив «Гармония». Расскажите сперва о коллективе, а потом о продюсерской компании. А, и третий проект. У меня есть торговля марка «Гармония». Молочный завод Губинский. Семейная наша ценность. Он налаживает нашей семьи. Я могу про все три проекта рассказать. «Гармония», вы знаете, как перекладается, да? Напомните вашим слушателям. Дуже просто. Космический порядок. Ну, порядок, да? Космический порядок. Тому я досягаю, бажаю всім безвиключно досягать гармонию усього. Людина счастлива, когда она гармонийна. Когда все, что в ней в середине находится, она видит вокруг себя. Гармония между внутренним и внутренним святом. Так же гармония – террориальная марка. Самая лучшая на Украине, я вам переконану. Потому что приезжайте всі на мой завод. Двери завжди відчинені. Мы делаем экскурсии. Мы делаем стихи с натуральной продукцией. Это «Дорож» и «Гурт Гармония». Можливо завтра с этим «Гармония» будет спевать какой-то другой солист. Или другой солист. Или кто угодно. Но это мой проект, так и продюсерский. И я не слушаю вся перегруппа категорично против «Дорож» и «Гармония». А я хочу, чтобы «Дорож» и «Гармония». Такая самая ситуация по продюсерской компании «Гармония». Я хочу, чтобы у нас была супер продюсерская компания. Я много для чего для этого делаю. Зараз буду и делаю для того, чтобы были все инструменты в руках необходимые для продюссирования. Понимаете? Я побудовал величезный комплекс. Я презентую вас. Запрошу всех журналистов, чтобы вы увидели, какой должен быть продюсерский комплекс. С ресторанами, сортельями, с окремой студией, с окремым концертным залом. Там массу проектов проводить. В том числе, возможно, такую фабрику зірок, которую я сделала Аллахвала Борисовна Погачова. Чему нам в Украине сработать. И вообще там будем постоянно працювать, записывать все. Чтобы люди приезжали на Лубенщину, в село Писки, жили там в тишине, в красоте, порядка Монеканючня, конкурное поле. И чтобы мы все могли справедливо, там на лодной природе, зъеднать свою душу с космическим розумом и насправді творить справжнюю украинскую сучасную музыку. Дай Боже, чтоб все так и вышло. Дуже хорошие планы. Последний. В какой-то момент музыка стала вашим хобби. Не жалеете, что ушли в бискоть и оставили в нём? Нет. Никогда ни о чём не жалеете вдогону. Написав выдохнув поэт. Деметь. Знаете, как это называется? Фантастичный поэт. Вы разумеете, такая история. А что же ведь уже 48 лет назад? А как бы стало життя по-другому? Чи змей бы? Я зараз призываюсь по-другому. Я всегда говорю простые речи, что я заработаю деньги, чтобы спевать. И спевать то, что я хочу. А все другие мои коллеги спевают для того, чтобы заработать лучше. Такая между нами разница. Поэтому я их не могу судить. Потому что им каждый день надо что-то вжить, что-то. Потому что они плаштовываются под форматы, под продюсерей, под всё інше. А мы не будем. Нам так можно весь нипедкованно подстраиваться. Вот я и спеваю то, что считаю за потребность. И разраховываю, что украинский народ почувствовали. И будут спевать. Как мои сыны, как я сыны. Что хмали третают в коронах. Згадайте, как сидели вы на батьке. Как и каждому слушаю. Мне сейчас интересно. Какие у вас планы на будущее? У меня фантастичные планы на будущее. Поделитесь с нами. По-перше, я хочу жить. Это самый главный мой план. Пожить ещё. Знаете, пожить. Не буду обмеживать Бога благодать. Сколько Бог мне даст прожить на свете. У меня такие планы много чего хорошего сделать. И пожить в здоровье. Потому что, когда у человека нет здоровья. Тут, вы знаете. Таким человеком не может не творить. Не может не створить что-то там. И так далее. Она тогда думает, как побороть эту болячку. Это мои друзья хворяют. Хай выздоровливают все мои друзья. Если они не лечуют. Я так фагично переживаю. Они хворяют мои друзья. Что касается творчества. Что ждать? Творчество будем творить. Я хочу створить продукты святого европейского уровня. Но и украинские. Музыка будет создаваться в Украине. Но вы готовы для того, чтобы ее сожжали с ним? Я хочу сделать. И допомогти всем, кто встал на Украине это сделать. Как продюсер, как музыкант. Само себе. Мне хочется, чтобы про нас почули. Про нашу украинскую музыку сучасно. И чтобы это на самом деле было на высоком уровне. И музыкант. И я ничего не могу сказать плохого. Но мне хочется поехать на Евроконкурси. Поехать на это же Европейская. Представить Украину в Европейской области. Вы знаете, вы постели доказать Европе, что мы Европа. Не нужно ничего доказать. Шановные мои. И вы, молодая, прекрасная леди. Николи не считайте себя меньшим артистом. Николи не думайте, что они нам так что-то принесут, что они что-то сделают. Поверьте мне, в Европе люди живут набагато герше, чем у нас. Там фантастичная жорстокая капиталистическая система. Там люди зарабатывают до последнего цента каждую копейку, и не гуляют, и не пьют, как мы, и не живут так, как мы. Даже вы на вашу зарплату. Не воли. То, что они там получают 1,5-2 тысячи евро, подивите, сколько они тратят, как они живут. Я в Европе живу по месяцам. И бачу это все. Я не хотел, чтобы такой украинский народ жил. Понимаете? Чтобы у нас только одна работа была, как у немцев. Хулина, армия, армия и так далее. Церюх, армия и так далее. Не помнимаются немецкие слова. В конце концов я хочу, чтобы украинский народ не втратил свою идентичность, чтобы не втратил свое духовное количество. Чтобы мы не притворились на каких-то придатчиков Европы, на какую-то околицу. Мы не околица Европы. Не надо нам сказать, что они нас не хотят в Европу. Надо строить такую страну, чтобы они просили нас. Потому что Белоруссия. Поряд с нами. Поряд, поедите, какие дороги и так далее. Недавно европейские стандарты. Но они же не бегают, не кричат, возьмите с Европы. Что мы бегаем, какие повият и просим? Украина это не повият. Это фантастичная государство. Фантастично много. Мы 23 года разворовываем то, что побудовали наши батьки и дяди. До сегодняшнего дня всем хватает. Перестаньте чувствовать себя межмартистами. Перестаньте загравить перед этой Европой. Мы им не нужны триста руки. И наша ментальность, она намного лучше. А не та европейская жанрогидная, что они за копейку давлятся. У меня было 10 СП. И с нёмцем из всего на свете. Приезжают до меня, напьются в машину грузина. Еще и девочек давай безкоштовно. Прийду до нёмця, до этих. Вижрут меня все в отеле, в холодильнике. Пятизирковому. Я не хочу, чтобы меня работал таким. Я не хочу. И не забывайте, пожалуйста, что 70 лет назад они пришли сюда на танках, так как сейчас россияне, не Евросоюз нам думать. Что с ним очень короткая память у нас. Надеюсь, что украинские останутся самобытными. И что всё у нас будет хорошо. Если мы это усведомим, и не будем постоянно туда смотреться, в Европу. Ну что мы в Европе нашли? Работаем там найметами. Найметами, они нас за людьми, за что они считают. Хватит уже. Загравать перед ним. Тоже так же хватит уже. Надо лидерваться от этого нашего брата старшего. Понимаете? Чтобы мы постоянно туда, как только кто-то там вылезли. Даже в шоу-бизнесе. Трошки вылезли, чтобы всё. Я в Москве, я наступаю. Я Каролина и так далее. Забула, как говорит Микру Ляшко, подлюга, кто ей дал возможность сприваться. Забула, кто ее выпустил тут. Выховал. Навчил. Что еще? У вас очень интересно слушать. В сожалению, время у нас ограничено. Последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям? Я хочу побажать этой фантастической газете, которую я очень люблю. Еще раз скажу щиро. Это шутка, но щиро. За остальнюю сторинку особенного. Я хочу побажать этой газете и всем читателям одного единого. Чтобы мы усвідомлили разом и завжди что никто нам не побудует нашу державу. Ни хто не будет спевать замість нас. Ни хто не будет працювать на заводах на фабриках замість нас. Ни хто не будет воювать замість нас. Ни хто не збереже нашу державу. Ни хто. Давайте об'єднуваться навколо их национальной идеи. Вона дуже проста. Насправді зберегти нашу державу, зберегти. І зрозуміти, що тільки своими руками, своїм голосом ми можем співати її, прославити на весь світ. І створити те, що ми обривали століттями. Потужно, незалежно європейську державу. І самі потім прийдуть і будуть проситися, чтобы приходить до нас в Євросоюз. А ми сказали, ні, ми до вас більше не хочемо. Спасибо. Ми будемо пам'ятати завжди, як ви до нас відносились, коли нас розривав агресор, а ви тільки деклараціями і дешевими бумажечками відкупались від того, а замість того, щоб допомогти реально, спасти нашу державу таку, як вона є. Прекрасне самопутнє. Я в житті не пробачу собі, і ніхто з нас тобі не пробачить, якщо ми зараз втратимо цей історичний шанс. Нічого ми тоді не вартимо, Настя. Ніхто з нас нічого не вартить, якщо наша держава перестане існувати. І ми знову будемо жити в околиці Росії, чи Польщі, чи ще кого-нибудь. І поляки, встаті, нічого хорошого не зробили. Я сам з Лупен, не випадково я Ремен Вишневецького. Замах на сьогодні я навіть не можу знайти, де він був. Тому що він стільки перебив людей, за що не пройшов. Українських казаків. І мої, в тому числі, і потомки. Я не полістінський казак, як дектора, а український. Тому бажаю українських націй усвідомити, що тільки ми можемо спасти свою націю і свою державу. Тільки ми. Україна понад усе повередуть у нас. Такий розповідь. Простий. На сьогодні спасти державу. Спасти державу. Дякую всі. Ми благодарні вам за те, що ви сьогодні були у нас в гостях. Я напомнюю нашим слушателям, що сьогодні у нас в гостях був Владимир Ждова, музикант, исполонитель собственних песен. Спасибо вам большое за такий артвичний разговор. Вам також. Спасибо. Всего хорошего. До зустрічі.